Отлично. Давайте тогда перейдем уже к такой более практической части, то есть мы все-таки ради разработки здесь собрались, а не ради обсуждения того, почему та или иная операционная система. По разработке можно много интересного рассказывать, но начнем все-таки с обзора инструментов разработки, что используется для того, чтобы писать по нами, нашими партнерами, сторонними разработчиками. Ну, в первую очередь еще раз проговорю про Qt. То есть Qt – это фреймворк мультиплатформенный, появился довольно давно, разопатывался компанией Tromtec. Собственно, появился как способ решения задачи мультиплатформенности. У них была все время задачка написать ПО и для Linux, и для Linux, и для Linux. Тогда появились первые компоненты Qt. У Qt была достаточно длительная и обширная история, в том числе со сменой как владельцев, так и лицензий. Ну, в качестве, наверное, одного важного этапа. Я отмечу то, что некоторое время науки владела Qt, и в тот момент она его направила как раз в развитие API и средств разработки для мобильных устройств. После того, как Nokia перестала владеть Qt, компания DJI подхватила эту идею и к продуктам Nokia. Тогда Qt поддерживался на Symbian и MIMO. Были добавлены Android и iOS. Ну, во многом благодаря, на самом деле, силам сообщества. Вот. Ну, а SoFish OS, будучи во многом наследницей Nokia-ских продуктов, конечно же, была и основана на Qt, и протестовала на Qt-шный API. Ну, и Aurora OS в этом смысле тоже очень активно использует Qt. Сейчас Qt – это фреймворк, который подходит для разработки как приложений, так и целых средств для разных типов устройств. То есть, начиналось все с ПК, есть мобильные устройства, ну, также есть поддержка разного рода устраиваемых устройств. На самом деле, этот Qt активно используется как в автомобилях, так и в разном медицинском оборудовании. Здесь я проговорю кратко про те лицензии, которые Qt сейчас предоставляет, и под которые можно с ним работать. То есть, во-первых, есть коммерческая лицензия. Это если вы покупаете лицензию у компании, Qt Company, и вы, по сути, здесь уже с Qt можете делать прям почти все, что захотите. Единственное, что эту лицензию передавать не сможете. Вас никак не будут ограничивать в применении Qt в вашем ПО. Отдельно могу упомянуть, что есть Qt for Device Creation, это там отдельный спектр лицензий, который рассматривается в том случае, когда Qt является образующим фреймворком при разработке устройств. Вот там, будто Qt, например, используется. Есть лицензии, которые позволяют использовать также Qt в коммерческом ПО с закрытым исходным кодом, в аппелитарном ПО. Это лицензия LGPL. Начиная с версии 5.7, Qt распространяется по лицензии LGPL V3, до 5.7 была LGPL V2. Ну, там в ряде компонентов тоже были другие лицензии. Но в основном Qt сейчас по LGPL V3. У нас используется Qt 5.6, который распространяется по лицензии LGPL V2. Здесь вы можете писать свое ПО. Важно, что вы линковаться с библиотеками Qt должны динамически. То есть вы должны предоставить возможность пользователям подменить Qt-шные библиотеки, например, на собственные сборки, если они получат бинарник вашего приложения. Qt распространяется также может по лицензии GLV. Ну, в этом случае все достаточно прозаично. Если вы по этой лицензии используете Qt, то ваш ПО должны эту лицензию наследовать, и при каждом запросе вы должны предоставлять также исходный код. Ну, у Qt есть еще отдельная программа, связанная с академическим сообществом и учебными заведениями. Qt уже изначально, когда создавался, он исходил из нескольких концепций, которые до сих пор им активно используются. Ну, одна из важных вещей, которая в Qt была реализована и которая многим нравится, это то, что у вас... Вот здесь, кстати, неправда написано. Здесь написано не зависит ЯИКС от платформы. ЯИКС может зависеть именно от платформы. То есть интерфейс пользователя вы пишете под конкретную платформу. Вы можете написать его для десктопа, он будет выглядеть там окошечки с какими-нибудь маленькими кнопочками, кучей слайдеров, элементов управления. Вы можете написать его под Android, и у вас будет, ну, там, андроидовский дизайн. Вы можете написать его под iOS, он будет выглядеть похоже с компонентами iOS. Ну, собственно, для этого там сейчас есть какие-то controls, вторые, которые позволяют под Android и под iOS писать приложение. А если мы пишем приложение под Аврору или под Selfish OS, мы используем Силику и приложение будет нативно для Авроры или Selfish OS. Вот. То есть есть интерфейс пользователя, но Qt, он разрабатывался так, чтобы общая бизнес-логика могла быть единой. То есть независимо от того, для какой платформы вы пишете интерфейс, у вас логика работает, она может оставаться одной и той же. В Qt был впервые реализован механизм сигналов и слотов. Ну, по сути, такой, не знаю, как сказать, не синтоксический сахар для обработки событий, но механизм, который позволяет гораздо более наглядно и понятно описывать связи между разными объектами. Когда какие-то, когда объекты могут испускать сигналы, говорить, что, а, у меня что-то произошло. Остальные объекты очень просто и понятно подписываться на эти сигналы. И, по сути, у вас испускаемый сигнал, он выглядит вот ровно так же, как вызов какой-то функции. И в плане синтаксиса это прям очень удобно. Есть в чем-то похожий механизм, реализованный в Boost, но он там сделан по-другому. Ну, собственно, благодаря этому механизму, получается, реализовывают такие штуки, как свойства. То есть у вас свойства могут быть зависимы одни от других, автоматически пересчитываться. И все это вы увидите как раз уже на следующем вебинаре, который будет посвящен языку QML и технологии Qt Quick. То есть очень понятно и просто описывать элементы, из которых строится интерфейс пользователя. Но для того, чтобы все вот эти вот интересные штуки заработали, компилятор-то используется у нас обычный, плюсовый, в нашем случае это же CC. Так вот, чтобы все это заработало, был сделан специальный мета-объектный компилятор, который на вход принимает исходный код, плюсовый, с рядом макросов. И на выход выдает снова плюсовый код и мог объекты, которые как раз реализуют все вот эти вот особенности фреймворка Qt. Ну, Qt предоставляет очень много модулей, но они разделены традиционно на две части, это стандартные модули и дополнительные модули. Не все из этих модулей поддерживаются в Авроре, например, у нас нет виджетов. Те модули, которые поддерживаются, можно посмотреть по ссылочкам. То есть если мы говорим об Авроре, мы для интерфейса пользователя не используем Qt Widget, мы используем только технологию Qt Quick. Но, тем не менее, все вещи связаны с мультимедией, с позиционированием, с локацией, с работой с XML-ками, с базами данных, с WebSocket. Вот это вот все можно использовать. И более того, это активно используется. Про SDK я уже кратко говорил, здесь, тем не менее, повторюсь. SDK включает в себя, на самом деле, несколько компонентов, которые поставляются вместе. Это IDE, IDE основано на Qt Creator'е, с рядом доработок для того, чтобы было удобнее взаимодействовать со средой сборки эмуляторными устройствами. Собственно, среда сборки – это штучка, которая работает внутри виртуалбокса, в которую отправляются команды для сборки приложений, там крутится Linux-овое окружение для сборки, для отладки, для всего. С ней работает IDE, с ней можно работать вручную, мы сегодня буквально посмотрим, как это можно сделать. Эмулятор. В эмуляторе сборка OS, по сути, полноценная. Единственное, что она сделана для архитектуры – x86, конечно. Эмулятор также крутится внутри виртуалбокса, потому что с ним IDE работает, ну, и среда сборки работает так же, как с устройством, взаимодействие происходит по SSH. Но также в поставку SDK входят шаблоны приложений, примеры и документация разработчика. Ну, например, контекстная справка тоже работает вполне себе. Здесь есть несколько важных вещей, про которые нужно проговорить. Вот как раз был вопрос требования железки, какие к SDK. Ну, давайте здесь как раз акцентирую на то, как происходит установка SDK, в чем нужно убедиться. Во-первых, нужно убедиться, что у вас компьютер поддерживает аппаратную виртуализацию, ее нужно активировать в BIOS. Это нужно для того, чтобы виртуальные машинки работали быстро. Если ее не активировать, ну, прямо ощутимо, как медленно все работает. Вот. Кроме того, понадобится виртуалбокс. Скачать его можно либо с сайта виртуалбокс. Для Linux-у дистрибутивов удобнее использовать версию, которая поставляется в репозиториях. Она вам сразу там встанет, поставит нужный модуль ядра и всякое такое. SDK можно выкачать вот по этой длинной ссылке. Ну, если не выводить эту длинную ссылку, то можно просто погуглить на тему Аврора SDK. И вы найдете сразу то, что нужно. Можете погуглить на тему Selfish.js, Application SDK, и найдете SDK для Selfish.js. Ссылки останутся в этой презентации. Презентации, как я говорил, мы вам все-таки пришлем. Вот. По ней можно будет покликать, но отдельно покажу, где у нас дистрибутивы лежат. Дальше. Вот буквально здесь уже есть один просто мега важный момент. Значит, ну, стандартно указываете директорию, куда SDK нужно поставить. Но кроме этого, нужно еще указать директорию, в которой у вас будут находиться проекты, которые вы будете собирать. То есть, проекты у вас могут находиться либо в домашней директории, либо в этой. Почему такое ограничение? Почему нельзя проект класть куда попало? Ну, дело в том, что среда сборки вкрутится в виртуальной машинке. В виртуальную машинку пробрасываются вот эти вот две директории, а не все сразу. То есть, вот эти две директории и все, что у них вложено, будет доступно, а какие-то внешние другие директории доступны не будут. Ну, в частности, вот у меня сейчас конфигурация настроена так, что домашняя директория пользователя находится на одном логическом диске, проекты находятся на другом логическом диске. Я просто директорию с проектами указал при установке SDK, и она доступна для работы с ними. Мог бы указать весь, всю директорию, соответствующую другому логическому диску, и уже там дойти к директории проектов, как вложенный. Так бы тоже сработало. Ну, у Qt Creator есть несколько режимов, с которыми он может работать, с которыми может работать Aurora SDK. Ну, то есть, начало это такой режим, который вам позволяет быстренько перейти, куда нужно. Это он показывает вам проекты, которые были открыты недавно, дает быстрые ссылки на переход к примерам, к руководствам. Редактор – это тот режим, который используется почти все время при разработке ПО, это, собственно, редактор исходного кода. Отдельный режим с отладкой. Там добавляются дополнительные окошки, которые позволяют отслеживать и значения переменных, которые там локальные, и значения переменных, которые вы добавите, и позволяют проходить по коду по шагам. Ну, краткий комментарий, у нас при отладке используется GDB, соответственно, GDB-серия разворачивается в эмуляторе или на устройство, и к нему подключается GDB-клиент из среды сборки. Если перейти в проекты, то там у вас будет возможность управления настройкой и запуском проектов, мы обязательно все это посмотрим. Но справка – это как раз документация разработчика, где можно походить по разным разделам и найти то, что вас интересует. Также есть разные инструменты сборки и запуска, но эта часть находится слева снизу в IDE-шке, то есть, соответственно, можно запустить, отладить или собрать. И вот две такие дополнительные кнопочки снизу, которых нету в стандартном Q-креаторе, они как раз добавляются плагином, они позволяют управлять статусом работы среды сборки и эмулятора. То есть, двух этих виртуальных машинок, соответственно, запускать и останавливать среду сборки, запускать и останавливать эмулятор. Две кнопочки у вас будут доступны, если вы сейчас собираете под эмулятор и хотите запустить эмулятор, и если у вас в качестве целевого устройства, выбор не эмулятора, а физического устройства, будет доступна только кнопочка для управления средой сборки. Так, ну, как происходит создание или открытие проекта приложения? Здесь, в принципе, ничего прям такого мега особенного нет, кроме одного момента, про который я уже говорил, то, что ваш проект приложения должен находиться в директории, либо в домашней текущего пользователя, либо в директории, которую указали при установке SDK. По-другому он не видится. На это просто отдельно акцентирую внимание, потому что на самом деле вопрос распространенный. Мы его получали и от партнеров, и от студентов, а мы ведем учебные курсы в вузах, и со студентами работаем. Он там каждый второй, наверное, на это натыкался. Поэтому вот есть важный момент. А дальше можно либо приложение создать из шаблона, есть простые шаблоны, которые генерируют простое приложение. Либо взять один из примеров. Ну, например, поставляется приложение, которое показывает использование различных элементов в софиш-силике. Это элемент интерфейса пользователя. Ну, либо открыть уже существующий проект. Соответственно, вам нужно будет открыть профайл, потому что сейчас конкретная ID-ешка умеет работать в системной сборке QMake. Если вам понадобится использовать систему сборки CMake, можно, но придется это делать из консольки. Про это немножко позже скажу. Ну, собственно, типы проектов, которые можно выбрать при создании приложения, вот здесь перечислены. Это могут быть приложения, могут быть библиотеки. Хочу также акцентировать внимание на том, что среди стандартных проектов приложений есть такая штука, которая называется атмосфера. Это, ну, для тех, кто работал с устройствами софиш-с, я думаю, понятно, что это такое. Вообще прокомментирую, что это вещь, которая очень похожа на тему оформления, только она помимо цветовой гаммы несет с собой еще и, например, звуки. То есть, переключая атмосферу, вы переключаете то, как выглядит и ведет себя ваше устройство в плане цветов, звуков, ну, некоторых настроек громкости, например. Ну, вот атмосферу можно создавать из Qt Creator. Отличаются они от приложений тем, например, что они не компилируются, но, тем не менее, в точности также упаковываются в RPM пакеты и в точности также устанавливаются на устройство. Вот. Если говорим о приложениях, то два базовых типа. Это приложение, которое содержит нативный код и приложение, которое нативный код не содержит, а содержит только QML код. То есть, оно будет запущено системой и, по сути, будет использовать такой системный вивер QML. Для сборки проекта. Ну, опять же, здесь все не просто так. Вы собираете проект не под вашу домашнюю операционную систему, а под какое-то устройство, поэтому нужно будет задать несколько параметров. Понадобится выбрать платформу, для которой вы собираете. У вас может быть установлено несколько таргетов. То есть, сейчас вот актуальный SDK, который мы предоставляем, он соответствует версии и Aurora SSO FISHUS 3.2.1. Ну, вообще говоря, может быть настроено несколько таргетов и разные версии операционной системы, и то, что прям сразу есть, это разные версии архитектуры ARM и x86. Соответственно, ARM используется на устройствах, x86 сейчас используется для эмулятора, хотя YOLA Tablet, он также был с архитектурой x86. Понадобится также выбрать тип сборки. Ну, здесь, соответственно, три стандартных типа. Это релиз, дебаг и профайл, то есть выпуск и акты и профилирование. Ну, и после того, как вы это выбрали, вам нужно будет запустить сборку. Либо Ctrl-B нажать, либо вот такой вот молоточек. Ну, либо через меню. Запуск приложения. Ну, для того, чтобы запустить приложение, здесь помимо всего того, что вы выбрали для сборки, понадобится выбрать еще и целевое устройство или эмулятор. Ну, соответственно, если вы выбрали эмулятор, то есть смысл его запустить, хотя при первом запуске, если он не запущен, вам IDE-шка предложит его запустить автоматически. Кроме того, есть несколько способов деплоя пакета, точнее говоря, деплоя вашего приложения. Это либо будет полностью пройден цикл сборки RPM пакета. В чем-то этот режим рекомендуется, потому что он более корректно проверяет то, как ваше приложение развернется. Потому что при установке RPM пакета в том числе будут проверены его зависимости, что нужно подтянется. В некоторых случаях будет еще вызван валидатор, пакет будет проверен на корректность. Но альтернативный способ – это просто копирование бинарных файлов по тем местам, где они должны быть, без всякого создания пакета. Просто бинарники будут скопированы и запущены. Ну, соответственно, вам для сборки и запуска приложений нужно будет нажать либо Ctrl-R, либо вот такую зеленую стрелочку. Ну, соответственно, просто зеленая стрелочка – это запуск в режиме выполнения. Если нужно будет запустить в режиме отладки с отслеживанием всех переменок, выполнение по шагам и прочего, вот нужно нажать такую зеленую стрелочку с жучком. Вот кратко о том, вообще, как устроены приложения с интерфейсом пользователя для… Ну, я здесь скажу для вас с Аврора, подразумеваю, что на самом деле с интерфейсом пользователя для всех приложений, которые используют технологию Qt Quick. Они состоят из двух частей. Одна из частей отвечает за интерфейс пользователя, и там используется язык UML, про него будут посвящены два следующих вебинара. И он предназначен как раз для простого и понятного описания интерфейса. В Силике используется специфичный… Ой, в Selfish и VS Aurora используются специфичные модули Силика для построения интерфейса пользователя из стандартных компонентов. Кроме того, в QNOW доступен… доступны некоторые API. Ну, из коробки сразу доступны несколько API. Например, вы можете работать с картами, можете работать с позиционированием, можете звуки воспроизводить. Да много на самом деле API предлагает и Qt, и отдельная операционка для воспользования из QML. Но, кроме того, у вас есть возможность пробрасывать и какие-то свои API с помощью, описанной на C++ в QML. Но, тем не менее, при использовании QML не рекомендуется писать какую-то серьезную, большую и тяжелую логику, потому что она работать будет медленнее. Логика пишется… Ну, здесь на слайде написано на JavaScript, на самом деле не совсем так, потому что JavaScript – это конкретная реализация ECMAScript-а. Тут используется своя реализация ECMAScript-а, но все ее называют все равно JavaScript, так привычнее и понятнее. Ее можно писать, но это будет работать все-таки помедленнее, чем на плюсах, поэтому логику какую-то серьезную рекомендуется писать на плюсах. Так вот, эта часть, которая на плюсах живет, она как раз позволяет запускать сцену, в которой рендерится весь QML. Она предоставляет гораздо более обширный доступ к API. Она позволяет использовать плюсовые библиотеки. То есть, почему бы и нет, в QML вполне себе можно использовать плюсовые библиотеки, написанные не с использованием QML. Ну, и все тяжелые вычисления, которые планируются делать, конечно же, лучше делать на плюсах. Что происходит, когда создается проект по такому поводу? То есть, если вы сгенерите проект из шаблона с нативным кодом, у вас создаться директория, в которой будут следующие элементики. Файл с расширением PRO, который называется так же, как проект, это PRO-файл, который использует в системной сборке QMAKE. В нем описывается структура проекта. То есть, это проектный файл. Также, когда вы с ним начнете работать, будут генерироваться файлики с расширением юзер, это ваши локальные настройки. Если вы кому-то захотите отдать исходный код проекта, никому их отдавать не надо. Это вот то, что у вас использует IDE для быстрой загрузки всех настроек проекта. Например, если вы используете Git как систему контроля версий, то сразу добавляйте все файлики юзер в Gitignore, чтобы они в репозитории не загружались. Будет создана директория SRC, в которой хранится исходный код на плюсах. Будет создана директория QML, в котором хранятся QML файлики, соответственно, исходным кодом на QML. Ну, туда же в QML, как правило, добавляются все вещи, связанные с интерфейсом пользователя. То есть, иконки тоже можно вполне положить в QML. Отдельно будет создана директория иконки, которая хранит иконки приложения. То есть, иконки, которые будут добавлены на значок приложения. Их нужно подготовить в нескольких, в четырех сейчас стандартных размерах, для того, чтобы просто под правильный размер экрана был выбран правильный размер иконки. Дальше, файлы SPEC и YAML. Вот тут SPEC-SPIC написано, ну ладно, мы поправим. Значит, файл SPEC используется для сборки RPM пакета. То есть, утилита RPM, она использует этот файл для того, чтобы корректно запаковать все, что получится при сборке в установочный пакет. Файл SPEC может быть получен из файла YAML с помощью утилиты SPECTACLE. То есть, если у вас файл YAML есть, при сборке приложения IDE автоматически вызовет SPECTACLE и сгенерирует SPEC-файл из YAML. Зачем это делается? Ну, просто YAML, он в целом предлагает попроще синтаксис, чем SPEC. Но я знаю много людей, которым SPECTACLE, синтаксис нравится гораздо больше, понятнее, привычнее, поэтому вы можете файл YAML не использовать, удалить его совсем и писать сразу SPECT. Файлик Desktop, ну, это стандартный файлик, такой же, как в Linux-овом системах, который описывает иконку для запуска приложения. По-честному, таких Desktop файлов может быть несколько, но валидатор стандартное приложение не пропустит более чем с одним Desktop файлом, который должен называться так же, как в пакет приложений. Это сделано, ну, можно сказать, и из ограничений, для того, чтобы не плодить мусор в операционной системе. То есть у вас должен быть один Desktop файл. Но если вы пишете приложение, которое хотите использовать самостоятельно, для которое не должно проходить валидацию, или которое, например, системное и устроено похитрее, если вы посмотрите, как устроен, например, браузер, SoFi 6 браузер, в этом вы видите несколько Desktop файлов, они используются для разных действий. Ну, например, один файл просто запускает браузер, другой предназначен для того, чтобы описать обработчик открытие ссылок из других приложений. Кроме того, у вас генерируется еще директория Translations, в ней хранятся файлики переводов, это ТС файлики, XMO файлики, в которых описан, как нужно переводить определенные строки из интерфейса пользователя в вашем приложении. Ну, дело в том, что при разработке на Qt вообще говоря, принято и считается хорошим стилем в исходном коде писать только строки на английском языке, даже те строки, которые выводятся пользователям. Но если вы их оформите с помощью специальных макросов, у вас по этим строчкам будут генерироваться ТС файлики, которые можно перевести, то есть указать там переводы для строк, причем для разных языков. И тогда в зависимости от настройки языка приложения у вас на места этих строчек подставятся переведенные строчки. Как это выглядит? Ну, быть может, посмотрим сегодня, но по-хорошему вам это будет показано и в следующих вебинарах, когда будете смотреть, как установим приложение на QML. Ну, дальше, то есть вот это была структура проекта, как устраивает директория проекта. Там есть файлик про. Вот из чего состоит файлик про, если он сгенерируется из шаблона. Ну и вообще там какие стандартные вещи в нем используются. То есть он подсовывается утилитке QMake. QMake по профайлу генерирует make-файл, который уже занимается сборкой всего проекта. Если вы используете IDE, для вас это происходит совершенно прозрачно. IDE сама там сгенерирует все make-файлы, и все, что нужно, вам достаточно разобраться с тем, как устроен профайл. То есть называется он так же, как проект. В нем есть, во-первых, таргет. Таргет – это название того, что будет собрано в случае приложения, это исполняемый файл. И совпадает с именем проекта. Qt – это раздел профайла, который содержит модули Qt, которые понадобится использовать в проекте. Но если вы захотите использовать при компиляции интимного кода, например, debass, то сюда полезно написать, что вы используете debass, тогда у вас автоматически упростится использование всех путей к модулям debass, всех путей к файлам из модулям debass. Sources, headers, они используются для плюсового кода, соответственно, sources перечисляют cpp файлы, headers перечисляют заголовочные файлы. Config используется для подключения разных настроек сборки, и, соответственно, selfish app используется для приложения, которые содержат как плюсовый код, так и QML. Selfish app QML используется для приложения, которые используют только QML код. Selfish app и 18N используются для того, чтобы у вас при сборке приложения автоматически генерировались переводы. Этих конфиков может быть много, здесь я перечислю только стандартные. Вы можете написать и свои с помощью пара F файлов. Translations. Здесь указываются файлы переводов, соответственно, те файлы, которые будут генерироваться при сборке приложений, в которые потом вам нужно будет прописать переводы. Вообще для работы с Translations, с переводами, есть утилита, называется Keep Linguist. Она предоставляет интерфейс пользователя, который умеет загружать переводы, редактировать переводы, сохранять. Но вы можете это сделать и вручную, там просто XMO фалики, у которых нужно соответствующие поля заполнить. Selfish app icons перечисляет разрешение иконок, которые поставляются вместе с приложением. Вы можете посмотреть на сгенерированный пример и увидеть, какие нужно там указать разрешения. Мы с вами сегодня это обязательно посмотрим. Ну, немножко о тех типах проектов, которые QMate поддерживает. Вот app – это приложение, или библиотека, Subdirs – это возможность собрать приложение, которое состоит в том числе из проектов библиотек, то есть при сборке этого проекта будут собраны и библиотеки, и приложения. AUX – это что-то, что не компилируется, но пример темы, и нет такой шаблончик. Можно указывать, что требуются дополнительные библиотеки, соответственно, понадобится указать просто путь к библиотеке, где ее взять. Include Path – это способ указать дополнительный путь, в котором нужно искать заголовки при сборке нативного кода. Кроме того, можно через профайл указать, что в RPM-пакет нужно включить дополнительные файлы. Указывается это с помощью вот таких вот трех строчек. Соответственно, вам нужно создать группу файлов, это придумать какое-то имя, в данном случае это придумаемое имя, называется documentation, через точку написать files и сказать, где брать те файлы, которые понадобятся установить. Потом в точности также к этому придумаемое имя через точку path указать, куда эти файлы должны встать, ну и добавить элемент, ну в данном случае documentation, который мы хотим установить, к разделу installs. После этого все файлы раздела из пути, который указан в свойстве files, будут установлены по пути, который указан в свойстве path. То есть будут добавлены в рп-пакет и при установке развернуты туда. Несколько дополнительных возможностей QMake, то есть QMake он предлагает на самом деле достаточно много возможностей, и он долгое время в Qt использовался как основная система сборки. Сейчас Qt перелезает на оси Make, но тем не менее вот QMake он очень функционален, по ссылке можно посмотреть, что он умеет, а здесь я просто укажу, что можно определять свои переменные, например, вот здесь показано, как определить, добавить определение, которое называется QoS Aurora. Ну, для чего это может понадобиться? Например, для того, чтобы разделить, написать один и тот же профайл для разных операционных систем и разделить его свойства в зависимости от того, какая операционная система выбрана как целевая. Можно проверять, происходит у вас сейчас релизная сборка или сборка для оплатки, но здесь я снова зачем-то ставил про установку дополнительных файлов. Вот, кроме того, можно QMake настраивать в IDE, туда можно добавлять дополнительные параметры QMake. Делается это через клавку проектов, через настройки сборки, ну и там можно добавить аргументы, которые будут добавляться, приписываться к QMake. Немножко про установочные пакеты, то есть я уже говорил, что это RPM-файлы. Соответственно, из чего состоит RPM-файл? Если мы говорим о приложении, в нем непосредственно исполняемый файл приложения, есть его ресурсы, то есть картинки, всякие звуки и прочее. Библиотеки, которые этим приложением подключаются и которые хочется нести с собой, ну, например, собираются они из проекта типа Subgears вместе с приложением. Также RPM-файл указывает зависимости, то есть другие библиотеки, без которых ваше приложение работать не будет, в этом случае либо RPM-файл не установится, если эти зависимости недоступны, либо зависимости автоматически подтянутся из депозитори, если есть возможность это сделать. Ну и кроме того, RPM-файл позволяет писать скрипты установки удаления, но в силу безопасности валидатор эти скрипты не пропускает. Дело в том, что скрипты установки удаления выполняются от суперпользователя, соответственно, там можно делать много разных, в том числе и потенциально вредоносных вещей, поэтому при проверке приложений валидатор не пропустит у вас пакет со скриптами установки удаления. Вообще, как происходит сборка пакета, то есть какие здесь основные шаги есть? Я не говорю, что это нужно делать вручную, при сборке за IDE у вас это все проделается автоматически, но тем не менее важно понимать, что там происходит. То есть в первую очередь вам нужно правильным образом настроить профайл, соответственно, подключить туда салфишап или салфишап.com. Ну, также, если вы не хотите писать спек-файл вручную, вам понадобится YAML-файл, с которого спек-файл будет сгенерен. Он генерирует спек-файл с помощью утилиты Spectacle, вы можете его перечитать по ссылке и описание этой утилиты. Ну и дальше уже полученный спек-файл используется для сборки RPM-пакета. Ну, как я уже говорил, для проверки корректности пакета можно использовать валидатор, где его достать, покажу немножко позже. В случае салфиш-уэс валидатор используется, например, в Yola Harbor, это магазин приложений, ну, как магазин, способ размещения приложений для салфиш-уэс. В случае Авроры валидатор используется прям почти везде, где можно, то есть он используется и в платформе управления при загрузке приложений туда и на устройствах при установке приложений. На каждом этом этапе проверяется и корректность RPM-пакета, и более того, проверяются еще и подписи RPM-пакета для того, чтобы обеспечить достоверность и безопасность устанавливаемых пакетов. Есть еще такая классная штука в IDE-шке, называется Qt.com.alive. Вообще она была запортирована из Qt для встраиваемых устройств и позволяет делать замечательную вещь. Она позволяет без пересборки приложения запускать, обновлять интерфейс пользователя, то есть вот писали, вы писали приложение, запустили его на устройстве. И вдруг поняли, что у вас, ну, в интерфейсе пользователя что-то не так, что-то хочется исправить. А пересобирать все приложение, вообще говоря, ну, прям не то, чтобы совсем быстро. Поэтому вот в этом случае вам Qt.com.alive поможет. Вы просто изменяете соответствующий Qt.com.al-файлик, его обновленная версия автоматом отправляется на устройство, и там приложение автоматически перезапускается уже с обновленной версией Qt.com.al. пересборки всего приложения не происходит. Для того, чтобы это сделать, нужно включить Qt.com.alive настройка запуска приложения. Ну, и мы с вами посмотрим, как это работает, уже чуть позже. Что здесь важно иметь в виду? То, что если мы используем Qt.com.alive вместе с устройством, понадобится это установить пакеткой MLive Selfish, в эмуляторе он уже есть, в устройствах его бывает, что и нет. Он есть в репозиториях, в стандартах его тут можно подтянуть. Ну, как я уже говорил, есть способ валидации пакетов. Эта штука доступна через центр параллельно-средоосборки, который можно открыть из браузера. Если у вас запущены средоосборки, то есть виртуальная машинка с Build Engine, то вы можете ввести, можете открыть Localhost на парте 8080, и там будет доступна вот такая чудесная веб-интерфейсик, который позволяет делать много интересных вещей. Во-первых, он позволяет настраивать уже установленные таргеты, и в частности удалять и добавлять какие-то библиотеки, которые там стоят. Во-вторых, он позволяет добавлять и устанавливать новые таргеты, то есть другие версии целевых операционных систем или другие архитектуры. И также вот там на вкладке Publishing есть способ загрузить RPM-пакет для проверки его через скрипт-валидатора. Все это, конечно, можно сделать вручную через командную строку, авторизовавшись в Build Engine, например, по SSH. Как авторизоваться в Build Engine по SSH, ну, чуть позже расскажу. Ну, кроме работы с эмулятором, я уже говорил, что есть возможность использовать внешние устройства, физические устройства для отправки приложений. Ну, для того, чтобы их использовать, их нужно зарегистрировать в IDE. Делается это с помощью настроек, то есть там инструментов, параметров, устройство убавляется, добавить устройство, нужно выбрать устройство Aurora. там при подключении, ну, дальше просто с шагом мастера следовать, при подключении вам понадобится ввести пароль пользователя Nemo, Nemo – это пользователь по умолчанию. Вот. Этот пароль можно задать в настройках средства разработчика на устройстве. То есть вы на устройстве открываете настройки, открываете там средства разработчика, задаете там пароль, говорите, что можно подключаться по SSH, и после этого сможете добавить устройство к IDE. После этого с устройством работа происходит так же, как с эмулятором. Все файлы туда загружаются по SSH, отладка происходит через дополнительный порт. Ну, вот как-то так. Ну, я обещал рассказать, что с Build Engine можно работать из командной строки. Это действительно так. Подключаться туда тоже можно по SSH. Build Engine открывает SSH-порт 222-й, не 200, 2222-й, 4 двойки. Вот. Чтобы к нему подключиться, нужно, соответственно, выбрать пользователя, помолчаясь пользователями SDK. Ну, это унаследовано еще как раз от того, что используется там мер для сборки. Вот. И указать пультик к ключу, который используется для авторизации. ключи SDK ставит по пути в своей директории по пути в mshar, SSH, private case, и там будут находиться ключи как для авторизации в эмуляторе, так и для авторизации на устройствах подключенных, так и для авторизации в Build Engine. Соответственно, нужно выбрать ключик. Когда вы авторизуетесь по SSH в Build Engine, у вас будет доступ к директориям, которые проброшены в Build Engine с вашего домашнего компьютера. Но я уже говорил, что у вас пробрасывается в домашнюю директорию пользователя и директорию, которую вы указали при установке. Они, соответственно, доступны по путям Home, SDK, Share, это домашняя директория пользователя, HomeSR C1 это та директория, которую вы указали при установке. Если при установке указали по умолчанию, как происходит домашнюю директорию пользователя, вот эти два пути просто будут указывать на одно и то же место в вашем хостовой системе. Вот. Для сборки и вообще работы с инструментами сборки Deploy используется окружение Scratchbox 2. Ну, это такое окружение, которое позволяет виртуализировать разные вызовы, в том числе выполнять какие-то ARM-овские команды в x86 окружении. Оно делает, ну, работа с ним происходит с помощью команды SB2 или макроса MB2. Соответственно, им нужно указать Target. Target это та версия ОС и архитектура, под которую вы собираете. Ну, и выполнить команду. Вот здесь две стандартные команды показаны, которые позволяют либо установить пакет для соответствующих Target, например, какую-то библиотеку добавить вручную, либо собрать проект приложения, у которого в спек-файле есть раздел Build, тогда просто достаточно будет вызвать команду Build в директории, в которой спек-файле находится. Вот. Ну, и я также обещал поговорить немножко про то, как использовать CMake. CMake можно использовать в точности. также, ну, просто вам понадобится доустановить CMake в среду сборки. Если у вас в разделе Build в спек-файле используется CMake, то вы можете просто снова дернуть в Build, ну, или собрать вручную смущу CMake, а это просто вызвал CMake с нужными опциями. Вот там ребятам из YOLA был подготовлен пример, примерно CMake, который можно собрать и проверить. Почти добрались до конца презентации, там можете спал сверху видеть, что у нас 26 слайдик, давайте. Тут поговорим про то, как с эмулятором работать, то есть на эмуляторе в точности также разворачивается с ваш сервер, к нему подключаться можно по порту 22-23, соответственно, вы можете выбрать либо пользователя NEMA, либо пользователя ROOT, соответствующие файлы ключей находятся все в той же директории private case, ну, и стандартными командами SSH, ну, SCP, SSH можете скопировать в файлике, можете авторизоваться в эмуляторе, ну, и там у вас есть Linux-окружение, в котором можете творить разные беспределы, ну, например, для установки пакета можете просто использовать утилетку RPM, а можете оттуда запускать приложение, а можете еще что-нибудь делать, все то, что умеете делать в Linux-е. Вот, несколько дополнительных материалов, которые можно найти в разных местах, то есть, в первую очередь, документация по разработке ПО, мы документацию публиковали на портале разработчиков community on.phr.ru, раздел documentation, соответственно, большая часть документации связана с Qt, покрыта документацией Qt, doc.qt.io, есть у нас бесплатный курс, он вводный курс по разработке ПО для selfish.us, еще тогда писался, на степике находится, и также по нашему запросу на хабре выделили отдельный хаб, называться selfish.deb, и там есть несколько статей, которые писались в том числе и с нашим участием под наш заказ, есть несколько статей от наших партнеров, есть несколько статей просто от сообщества, в целом, я рекомендую на этот хаб подписаться, что-то интересное связанное с разработкой подсов selfish.us, можно найти. Так, ну и, пожалуй, все с этой презентацией, там есть раздел для вопросов, давайте я на некоторые вопросы отвечу, а потом мы вживую посмотрим, как работает EDE-шка и SDK. Так, вопросы. В теории приложения под selfish.us продавать до закона, если не покупать лицензию Qt. Ну, как я уже говорил, лицензию Qt, когда мы говорим об LGPL, она позволяет вам в том числе продавать ваше приложение, распространять проприетарное приложение, не показывать свой исходный код, лишь бы ваше приложение соответствовало условиям лицензии LGPL. Так, пробелов название указанное при устровке директории должно быть или допускается? Ох, насколько я помню, не должно быть. То есть там ну, весь вопрос в том, как отработает механизм Shared Folders у VirtualBox эту директорию, и, насколько помню, с пробелами он мог и не дружить, так что лучше там пробелов не допускать. Можно ли создать полноценное приложение использовать только и мал? Краткий ответ, да, можно, более того, несколько таких приложений есть, но все опирается ровно в то, какие задачи у вашего приложения. То есть, как я говорил, использовать какую-то тяжелую логику все-таки лучше на плюсах, ну, если вам не хватит того API, который проброшен в QML, то вам его не хватило, и может оказаться так, что ваше приложение не получится создать только с QML. С другой стороны, у нас в следующих вебинарах будет много примеров, когда полноценные приложения будут реализовываться только на QML. То есть, в принципе, на QML можно написать, скажем, Vsocket сервер или Vsocket клиенты подключат к серверу и чатятся с кем-то. Вот все это можно сделать только на QML. Так, конференция, сколько по времени еще будет длиться? Смотрите, у нас, ну, конференция длится пока, длится пока идет вебинар. Вопрос, сколько идет вебинар, но нам с вами осталось посмотреть вживую, как работает SDK и на ваши вопросы подключать, я думаю, что мы минут 20-20 полчаса уложимся. Так, если на устройстве нет требуемых пакетов, например, ГДБ, отлачки или что-нибудь еще, где можно его взять. Да, так, я обещал показать, где что можно взять. Значит, смотрите, давайте начнем с того, где взять SDK для Авроры. Так, ну, как я говорил, можно погуглить. Давайте я, наверное, сейчас вот что сделаю. я перейду в режим вещания всего своего экрана. Так, шар, десктоп. Ну-ка, напишите, пожалуйста, что вы видите, мой десктоп, включая, иконки слева, и браузер, и заодно, наверное, чат. О, отлично. Смотрите, давайте в браузере поищем, значит. Вот. Он нас приводит к разделу установка в давлении Application SDK. Значит, здесь есть ссылка, здесь есть ссылка на SDK repo. Вот она ссылка, здесь перечислены версии SDK, для которых есть, версии OS, для которых есть Aurora SDK, соответственно, для 3.1.0, вот она есть, для Linux. Там мы не собирали по всей системе, но тем не менее, вот. И отсюда можно скачать. То, на чем я буду показывать, это установка 3.2.1. У меня, соответственно, к Ubuntu 64-битная, стоит вот эта вот версия Aurora SDK 3.2.1 для Linux, и на ней все, что тут есть, я буду показывать. Так. Значит, пакеты можно взять, ну, по-разному, откуда можно взять пакетное устройство. Если у них есть репозиторий, выключите из репозитория. Если пакета нет в репозитории, вы можете найти пакет, подходящий, скажем, от Fedora, и если там подходящая версия зависимости, подходящая версия стандартной библиотеки, то вы можете его использовать. Ну, в общем случае все зависимости должны либо поставляться вами, либо браться из репозиторий, которые доступны для целевой версии операционной системы. Так. У вас можно ли писать приложение без кума, например, Qt Widgets? Ну, я уже говорю, что Qt Widgets не подтянуты, и, собственно, вам ниже это прокомментировали. Нет, в Qt Widgets нельзя, можно писать без кума с помощью из дел, но мы как-то эту тему не сильно развиваем, поэтому давайте ориентироваться на то, что обычно приложения под Аврору пишутся на QML, по-моему, в плане интерфейс пользователь. Так, а что за приложение после Creator? А я уже не помню, что там за приложение после Creator. По-моему, еще про какой слайд это было. Так, планируется расширение списка доступных разрешенных библиотек валидаторе. Да, планируется. Работа с картами хороший вопрос, да, конечно. То есть QLocation он прям нужен-нужен, более того, в нашем валидаторе мы его уже разрешаем, в валидаторе YOLA видимо, тоже когда-то появится разрешенный QLocation. Да, планируем расширять, ну, по мере добавления различных компонентов, которые будем признавать пригодными для публичного использования. То есть смотрите, на что в первую очередь рассчитан валидатор, на то, чтобы заблокировать случайные или, быть может, специальные, но, тем не менее, попытки разработчиков использовать тот API, который нестабилен, не задокументирован достаточно хорошо, не зафиксирован, то есть который не рекомендуется использовать. По мере фиксации API как пригодного для публичного использования делается соответствующие изменения в валидаторе. Ну, например, из свежего что там было, веб-сокеты были добавлены в RPM валидатор, веб-сокеты можно использовать. Демо Keeper Live плагинчик, который позволяет управлять режимами сна, устройство тоже был добавлен в валидатор как разрешенный. Сколько безболений будет переход с official в языке, на уровне в языке из положения уже написано. В общем, если вам не то, что повезет, а скорее всего он будет совершенно безболезненный. Вопрос в том, что из особенного, а еще куша неразрешенного вы использовали. То есть здесь просто вопрос именно как раз в том, разрешает валидатор или нет. Так, дабл-командор вроде. это я дабл-командор передвинулся, правильно вот. У него причем срединку передвинул. Так, в YOLO story уже разрешили веб-сокет, а выбрали? Да, вот, как раз до этого вопрос добрался. Веб-сокеты будут, есть, и более того, у нас будет отдельный вебинар посвященный. Так, если зависим спецстальной RPM-пакетом, можно ли как-то ее включить в свой проект, но ее придется деплоить просто как еще один RPM-пакет, то есть не только в приложении, но и в библиотеку, либо достать из того RPM-пакета то, что вам нужно, положить в ваш RPM-пакет. Например, если это библиотека, то достать ее оттуда и положить к вам пакет. Вот, ну, здесь на самом деле нужно еще говорить, что есть ряд случаев, когда так сделать не получится, например, если мы говорим о каких-то модулях Qt, да, ну, о том же Qt Location, да, то есть его поставлять со своим приложением не выйдет, потому что, ну, например, если два приложения захотят тащить с собой Qt Location, просто произойдет конфликт, это раз, во-вторых, модули Qt, они ставятся в определенные места, куда, вообще говоря, приложение ставиться не должно, поэтому глядатор забракует. Так, будет ли показано, как втащить, ну, мы такого показывать не планировали, нам комфортнее было бы ответить на конкретный вопрос, то есть просто порешить проблему. А что за пи для карт? Ага, хороший вопрос, приложение было, которое использовала HIA, оно называлось Selfish Maps, оно было, по-моему, в 12-13 годах, у меня тогда был YOLO-1, я на нем его использовал, оно использовало как раз Qt Location, использовал плагин HERE, и да, то есть API, это Qt Location, там YOLO был ключик для HERE-карты, и они им пользовались. так, ну сейчас API, соответственно, тоже Qt Location, 17 исчезло, ну приложение, да, приложение исчезло, потому что достаточно долго ничего в нем не обновляли, и как-то вот, как-то оно пропало. Да, ну давайте уж пользуясь слощем, расскажу вам, где можно интересное приложение посмотреть, что называется на правах рекламы, OpenRepos, OpenRepos, что, не ворк, что ли? Не, не туда, ну-ка. OpenReposNet, да, как я мог забыть. Чудесный ресурс, на котором есть умные приложения для SelfishOS, для, ну, изначально он создавался, когда еще Мема была активная, Мига. Вот здесь можете посмотреть, здесь есть приложения, которые работают с картами. Так, давайте я уж про этот, кто-то у нас есть. Maps, то еще вот так. Ну, например, PoorMaps. PoorMaps – это приложение, которое используется свой рендер для карты, SM Scout Server, это приложение, которое позволяет из векторных данных у SM рендерить на лету тайлы, прямо локально у вас на устройстве, их можете использовать. Он есть еще наряду с PoorMaps, PoorMaps, в общем, карт разных много. Вот Nokia Maps – это приложение не для Авроры, это приложение, видите, тут у нас файлик деп, это то, что было доступно на Nokia M9 еще в Mima. Зачем говоря, в Miga, Miga 1.2, Харбатан, как я мог забыть, да? Так, состав системы в эмуляторе отличается от версии… Да, состав системы в эмуляторе отличается от версии для физических устройств. Например, там нет приложений стандартных, то есть там нет браузера, нету часов, нет… Ну, в общем, нет вот этих стандартных приложений. Там отличается слой аппаратной адаптации, потому что там не ARM, там нет хибриса, там просто использовать CX-86. Вот. Ну, как-то так он отличается. Так. Ладненько, давайте я пока запущу IDE-шку и там вам что-то попоказываю, потом на вопросы еще поотвечаю. А, да, вот при первом запуске с IDE-шки есть такая замечательная вещь, предлагает ознакомиться с UI, давайте мы кратенько это сделаем, здесь не очень долгое ознакомление, заодно повторим то, что я вам в презентажке рассказывал. Вот этот вот блок, он позволяет выбрать режим для работы с Qt Creator, то есть как раз, ладно, здесь все написано на самом деле, вот, мы все эти режимы наверное, протыкаем, посмотрим, что там есть. Здесь выбирается комплект для сборки, то есть выбирается целевая платформа, там же выбирается устройство, здесь происходит запуск, ну, вообще по-честному здесь немножко неправда написано, эта кнопка, она не просто запускает, она делает сборку и запуск. Здесь происходит сборка и запуск в режиме отладки, это просто сборка. Ну, здесь быстрый поиск, там по проекту всякое такое, здесь разные панельки, где можно смотреть вывод, например, вывод сборки, вывод приложения, разные проблемы сборки. Здесь можно смотреть индикатор выполнения текущего процесса, то есть, например, если запустили сборку, здесь будет такой ползуночек, который будет двигаться от пустого к заполненному с лево-направо. В общем, здесь просто краткий комментарий того, как вернуться отовсюду в редактор просто escape по нажимам. Ну, все. Значит, теперь можем работать, то есть, начинается работа с... Так, наверное, развернуем. Там же он с него. Начинается работа с режима начала, соответственно, здесь можно либо создать проект, либо открыть уже созданный проект. Вот, редактор здесь сейчас пустой. Отладка, соответственно, вот она добавила пару окошек, где можно следить за тем, что... за тем, за чем хочется следить и смотреть шаги. И справка, это обширная справка по Qtune и с дополнительными разделами, связанной с разработкой под SelfieShabro. Вот. Я обычно справку использую в режиме указателя, это удобнее, потому что здесь сразу есть быстрый поиск, например, если я хочу найти icon reference, то просто ввожу icon пробел и у меня есть там справка о том, какие иконки есть в бобро и рейсове все, что можно использовать. Про иконки вам отдельно на третьем вебинаре порасскажут. Так, значит, что хотел показать? Хотел показать о том, как создать проект. Ну, то есть, вот можно создать проект из примера, например, выбрать component gallery и вам просто создать из примера. Давайте создадим что-нибудь поинтереснее, то есть, вот новый проект. Так, значит, здесь можно приложениями, библиотечку, можно разные примеры создавать, которые там не всегда к self-fishing имеют отношение, не всегда к Aurora имеют отношение, но вот в частности Aurora image находится здесь же. Можно создать консольное приложение, то есть, в принципе, с использованием Qt не обязательно писать приложение с интерфейсом пользователя, может с помощью того же Qt фреймворка и даже EventLoop написать приложение, которое работает в консольке. Здесь происходит импорт проекта из разных систем управления версиями. Ну, давайте создадим приложение, причем, ну, я создам приложение с начиным кодом, чтобы показать структуру, которая поинтереснее темнее. Здесь можно выбрать реклама лунный только. Значит, нам предлагают ввести имя приложения. Ну, как я его назову? Вебинар 1. Годится. Вот. Вообще говоря, валидатор, он проверяет имя приложения, поэтому при выборе имени положения здесь полезно бы учесть то, куда вы его хотите деплойить. Например, валидатор Йолы, он проверяет, что все приложения начинаются с такого префикса Harbour. Но это сделано было для того, чтобы как-то помечать себе приложение, которое устанавливается из Йолостор. Вот. Но в нашем случае для наших нужд понадобится просто какое-то имя. Дальше нужно выбрать, куда приложение поместить. По умолчению предлагается директория пользователя. Я вообще говоря, хочу кредить проекты не здесь, поэтому поставлю эту галку, чтобы запомнилась директория. В качестве директории выберу вот здесь вот совсем в другом месте, на самом деле на другом логическом разделе, который я указал при установке SDK. Этот путь мне тоже будет доступен. Вот. Значит, по этому пути создаться вот такая директория, в которой будут созданы файл-проект. Вот. Здесь можно выбрать под что собирать проект. Давайте я выбил сначала просто I-486, поскольку собирать буду сейчас под эмулятор. Вот. Но потом покажу, как можно добавить ARM уже после того, как проект настроен. Вообще я обычно вот так вот делаю. Но давайте выберем только I-486. Так. Здесь можно указать краткое описание, можно указать версию, можно указать более подробное описание. Все это добавится в YAML файл, из которого потом объявится SPEC файл. Вот. Здесь можно добавить под контроль версию, не установлен GIT, но сейчас я это делать не буду. Если нужно будет, вам разберетесь. Здесь ничего сложного нет. Более того, если вы открываете проект, который уже из GIT-а закачан, вам GIT-креатор автоматом подхватит то, что проект находится под контролем версии, предложит несколько соответствующих функций. Вот. Создано приложение из примера. Так, что я с этим приложением хочу сделать? Я хочу его собрать и запустить. Вот, смотрите, по умолчанию вместо иконочки запуска есть вот такая чудесная кнопочка. Дело в том, что у нас в качестве деплоя выбран Builder PM Package for manual deployment. То есть это кнопочка, которая просто создаст пакет. Вот. Ну, поскольку у нас не запущена среда сборки, предлагают ее запустить. Давайте запустим. Можно заметить, что здесь вот иконка изменилась. Такая вот она сера, когда происходит запуск. Когда запустится станет с красным. Вот, встала. Вот. И сейчас происходит сборка. Это можно увидеть вот здесь вот справа снизу происходит и сейчас произойдет ничего интересного, просто создаст CRPM-пакет и он будет проверен валидатором и валидатор на самом деле не знаю, поругается. Посмотрим. А, нет, не поругался. Значит, у нас все хорошо для валидатора. Нет, все-таки поругался. Вот видите, он поругался на package name. Да, потому что здесь настроена проверка валидации для YOLA. Вот, он поругался еще на что-то. Он поругался на перемиси, говорит, что вот эти вот файлы не должны быть исполняемы. Это он все правильно сделал, то есть действительно иконки не должны быть исполняемы файлами, это все нужно подправить будет, но потом. Важно, что он создал RPM-пакетики, вот эти RPM-пакетики можно вручную ставить. Нам не особо интересно сейчас этим заниматься, нам интересно посмотреть, как все это заработает в эмуляторе. Давайте запишу эмулятор. Тут запускается окошко VirtualBox. Так, я, наверное, сделаю так, чтобы он был всегда поверх всего. Так, вот эта вот штучка мешает. Вот, запустился эмулятор с таким красивым логотипчиком OS Aurora. Это у нас логотипчик придумал Андрей Жилин, наш дизайнер. Ну, как видите, в эмуляторе довольно ограниченный набор предустановленных приложений, но тем не менее всякие штуки связаны с жестовым управлением, с движением шторок, с переключением тем. Все это можно проверить. Вот, ну и давайте проверим, что работает в нашем приложении. Для этого я выбираю, ну, например, запуск в режиме отладки, хочу деплойить как RPM-пакет, все-таки RPM-пакет у нас соберется, ну и деплоить в эмулятор. Здесь мне не предлагают выбрать ничего больше, потому что у меня настроено только одно устройство, поэтому не предлагают выбирать под какой таргет я собираю, потому что активирован только таргет x86. Когда активирован второй, здесь появится еще одна опция для выбора. Вот можно смотреть консульку сборки. Здесь по шагам происходит сборка приложения. соответственно здесь он пишет те команды, которые отправляют среду сборки. Вот он подготовил RPM-пакет и готов его установить на устройство или в эмулятор. Давайте его поставим. запустилось приложение. Приложение можно свернуть. Приложение вот так отобразится, можно развернуть. И работает. Ну вот мы его отсюда можем закрыть. Теперь давайте попробуем запустить приложение в режиме Qt.com.alive Для этого нам понадобится настройка проектов в режиме запуска поставить вот эту галочку. Здесь предложат запустить собственно Qt.com.alive бенч давайте запустим это интерфейс для службы Qt.com.alive которая отслеживает подключенный устройство. Вот ну теперь мы можем наше приложение запустить. И оно теперь запустится в режиме Qt.com.alive то есть можно будет вживую обновлять данные приложения. Установим. Запустилось работаем. Так смотрите вот пример простенький Qt.com.alive это снова Qt.com.alive этого приложения здесь application window живет я хочу что-то поменять вот на этой страничке где написано hello sellers давайте найдем где написано вот оно давайте не знаем напишем декс сохраняю видите вживую сразу прям здесь обновилось и это очень удобно когда происходит основная работа именно с интерфейсом пользователя когда происходит его разработка проверять какие-то вещи связанные с дизайном какие-то вещи связанные с стилизацией вот чтобы не пересобирать приложение Qt.com.alive очень здорово выручает вот ну и также обращу внимание на то что эта строка обернута в макрос костер это значит что для нее будет сгенерирован файлик перевода вот здесь вот но сейчас он не перегенерировался поэтому он тут написано hello savers но тем не менее когда пересоберем здесь будет написано hello devs и сюда можно будет прописать перевод и эта строка будет отображаться уже переведенной так что я еще хотел показать про файлик хотел показать ну вот он тут таргет это как бы называться наше приложение соответственно конфиг селфишап поскольку мы собираем приложение под аврору или селфиш с нативным кодом здесь cpp файлы хедеров у нас нет потому что у нас только один cpp файл по умолчанию будут у вас в этих сериях вебинаров больше cpp файлов хедеры будут вот стандартное разрешение иконок обычно откуда получаются эти иконки берется какая-нибудь векторная иконка и из нее генерятся просто иконки под нужное разрешение здесь должны быть по нему файл ну вот они вот сюда попадают вот макрос который как раз включает генерацию файлов перевода и здесь файлы перевода которые нужно будет сгенерировать под разные языки так что еще хотел показать десктоп файл десктоп файл это файлик в котором описывается как выглядит ваше приложение естественно вот здесь тип это приложение приложение там силик 5 это как называются иконки вот это лучше не менять потому что иконки у вас называются так же как проект экзек это что собственно нужно выполнить при активации этого десктоп файла ну десктоп файл он вот здесь вот у нас появился вебинар 1 вот здесь можно вписать команду похитрее если нужно ну по мочению просто запускать бинарник name это как отображаться будет ну здесь можно написать что угодно может вебинар первый вот вот но штука такая что можно указать и локализованное имя вот так вебинар то есть если у вас в качестве системного языка будет выбран русский язык то у вас имя будет отображаться по-русски так что еще хотел показать хотел показать как происходит работа с ну давайте с эмулятором посмотрим из консольки как у нас закрылось ну давайте запустим значит по SSH я сейчас авторизуюсь эмулятор соответственно пишу SSH порт 2223 ключик стоит по умолчению в домашнюю директорию то есть я вот так даже указал через стиль дачку vm-shar SSH что там private keys вот у нас какие есть private keys у нас есть эмулятор и в эмуляторе есть ключи для пользователя NEMO и пользователя root я под пользователем NEMO заавторизуюсь это стандартный пользователь из-под которого собственно приложение запускается localhost потому что виртуальная машинка у нас работает на localhost и говорит что тебя этот ключ уже запомнил поэтому давайте переавторизуюсь вот я авторизовал сейчас в localhost ну что я могу сделать могу много например вызвать webinar1 и он запустится вот он запустился могу построить состав домашней директории могу сделать любую команду из линуксовых команд которые не которые здесь доступны вот ну там cd стандартные и прочее что там заинтересно ну да топ или аж топ топ вот systemd сидит у нас ssh то здесь и в эмуляторе на устройствах точности также сидит полноценная linux окружение вот ну и среду сборки так давайте из эмулятора выйду среду сборки мы авторизуемся по порту 222 только ключ кто нужно писать другой engine meros decay вот я среде сборки могу посмотреть что у нас в но полностью пропишу путь он meros decay шар это домашняя директория моего пользователя который местный хостовый вот этого директория давайте там не знаю тут у нас нету директории тест давайте напишу mkdir сетист раздел mkdir тест и вот у меня директория тест появилась я могу оттуда работать в домашней директории вот могу вызвать sb2 соответственно режим sdk install это для установки разных пакетов таргетов таргет табуляцию мне тоже подсказывают какие таргеты доступны например и 486 и здесь я могу делать разные команды которые связаны с настройкой таргета ну вот а что еще хотел показать хотел показать что происходят как 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 активировать дополнительный таргет когда мы настроили только под один ну это делается просто вот у нас здесь сейчас под и 486 настроен я просто выберу подарок и оп у меня появился второй таргет доступный в котором можно также включить обновление чисто кома live для которого также можно настроить сборку и теперь вот мне здесь первым шагом предлагают выбрать таргет с которым я работаю ну в принципе наверное все что на сегодня хотелось показать дальше давайте уже будем на ваши вопросы смотреть так что-то с уфиши значительно медленнее собирает проект ничего не знаю но собирает быстро на самом деле я думаю что это также зависит от железа которого вы запускаете сборка проектов примерно одно и то же время происходит потому что по сути это вызывается почти не те же команды но отличие там в основном заключается в том что при сборке пакета под аврору еще команды подписи пакета надо было вызывать если вы хотите деплоить ваш пакет на сертифицированную сборку вот может быть отличается хостовая система может отличается конфигурация железа но у меня собираются вот так достаточно быстро и я к этому привык если хотите могу показать конфигурацию своей железки на которой собираю так нужно срочно убрать запросы сзеки который спрашивает настройство да согласен это стоит убрать это но это вылезло при очередном релизе сзеки и я думаю что мы отдел берем когда при установке рпм спрашивают а действительно вы хотите это установить пожалуйста нажмите эту кнопочку так что хотим посмотреть на железке давайте попробуем глянуть так значит и не туда полез стенам тор нам покажет общую загрузку системы чем я доступно сейчас здесь но показывать загрузку процесса сейчас посмотрим какие там процессоры есть раздел подкачки память ну вот 8 гигабайт у меня оперативка раздел подкачки там не используется никак наверное хотели говорит один 2 гигабайта занят но не вообще затрам установлен поэтому он дезервирует правом оперативки поэтому так и что там у нас по системе так это тут можно посмотреть так значит кубу 1910 вот память скачет 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 так и устройство если хотим посмотреть процессор ну вот интел скин корой 582 50 ну то есть на самом деле это один процессор у которого там 4 ядра и еще гипертрейдинг того 8 виртуальных ядер получается так можно ли собраны с авророй стеки пакет установить на сэл фиш x краткий ответ да если у вас совпадет версия таргетов то есть если там ну по крайней мере компилятор один и тот же используется и если рпм осилит его установить то есть скажем если пакет не подписанный и рпм ожидает не подписанный пакет то да ну то есть если зависимости правильные и все так вот так у меня как раз значит смотрите какие какая проблема была в винде который фикс уже известен там почему-то были лаги при выполнении команд к built engine то есть просто задержка при вызове каждый из команд все при сборке приложения так как правило вызывается три команды выполнение каждой команды оно такое же как на линуксе а вот почему задержка при выполнении этот баг который будет по фикшен в ближайшее время собственно он уже по фикшен он должен он должен будет войти в релиз так вход с плюсами только китспайтоном вроде тоже работает так ну про пайтон это отдельная история на самом деле китспайтоном работает по разным направлениям то есть во-первых есть пайкют у которого лицензии прям скажем не очень есть ему альтернатива пайсайт это разработан на кьютоном штучка кьютон штучка которая как раз позволяет в качестве логики в качестве инструмент реализации логики использовать пайтом и с ним поинтересно то есть мы умеем запускать приложения такие на авроре но мы пока не предоставляем и я не знаю будем ли предоставлять это как средство разработки приложений потому что пайта но с собой добавляет много потенциальных уязвимостей то есть технически это сделать можно более того там в принципе ничего особенного делать и не нужно просто из пайта нужно вызвать сцену коломель и дальше иметь также спокойно использовать стандартные элементы и силик в том числе альтернативный способ это паязов сайт это когда у вас наоборот из коломеля вызывается интерпретатор кьюта и у вас в коломеля дергается пайтон штучка ну то есть в принципе технически можно но сейчас мы это не пропагандируем как средство разработки доверенных приложений для авроры так фикс по скорости будет в релизе аврора из дикей я надеюсь что в ближайшем релизе будет да то есть то что я вам показываю это сборка которая была выложена в конце февраля может там собственно посмотреть когда она была выложена 28 февраля будет новая сборка и я надеюсь что скоро мы ее опубликуем и что там эта штука будет по фикшену в селфиш он тоже будет но в селфиш скорее всего будет уже при новом релизе из дикей то есть как ела выпускает релизы из дикей обычно они их выпускают вместе с релизом операционки то есть выходит эволюция с операционка через некоторое время выходит в соответствующие дни из дикей и потом выходит релиза операционка вот сейчас у нас вышла удела операционка версии 3.3.0 должен скоро и надо бы посмотреть будет ли там этот баг по фикшену я честно говоря очень надеюсь что да потому что ну не столько проблем у нас сколько проблем у наших партнеров у студентов так как насчет swift ох да помни как если честно я не знаю как насчет swift давайте посмотрим кстати прям но тут сравнивают китая свист на всякий случай если вам интересно нативный код android vs в кит на примере статус bar ну видимо что такое можно сделать но мы слив в любом случае под аврору не затаскивали поэтому даже если вы будете на сайте разрабатывать с китом то пока не подорвал так будет ли сборка авроры из никита нет 3.1 под windows мы собирать уже не будем у нас сейчас 3.2.1 как целевая платформа так ну давайте еще какие-нибудь вопросики если вопросиков не будет то на сегодня наверное уже закончим уже больше двух часиков мы с вами посидели у нас с вами на этой неделе еще два запланированы вебинара на самом деле все следующие вебинары они будут гораздо более практические там больше кода больше возможностей что-то самим поделать так правильно помню что для сборки с версии 3.2.1 крайне желательно да прям вот надо для 3.2.1 использовать 3.2.1 потому что там компилятор обновился мы жцц обновляем вот уже семимильными шагами поэтому нужно так сборки подвин мингов нет сборки подвин не использоваться мингов сборки подвин используется то же самое окружение которое сейчас живет виртуальной машинке в качестве такого прианонса мы эту штуку все-таки хотим в докер вытащить ну вы наверняка знаете что там кто кто занимался разработкой подсов фишу ясно наверняка знает что уже есть разные вариации того как реализовать в докере систему сборки мы хотим это официально реализовать в SDK я надеюсь что там как раз в одном из ближайших выпусков SDK это будет и у вас будет докер в котором происходит сборка что конечно должно быть быстрее чем виртуальной машинки но теперь венос к вопросу смотрите и в Индии и в Макосе и в Линуксе сборка происходит в одном и том же окружении но происходит виртуальной машинке вот вот кстати давайте я вам покажу виртуал бокс вот вы можете увидеть что здесь две виртуальные машинки которые сюда добавляются при установке SDK соответственно одна из них это эмулятор вот которая сейчас запущена вот вот работает тут даже показывают вторая тоже работает она сейчас работает ну что называется headless то есть запущена без отображения всего этого хотя можно ее показать вот вот здесь вот происходит сборка то есть там и под виндовой и под линуксом под Макосе сборка происходит в одной и той же виртуал там используется GCC так так со стороны пользователей для управления разрешением так то есть сказать можно ли приложению делать то или это сейчас нет есть планы определенные по реализации более гибкого механизма прав поэтому пока нет но это то что в общем-то точно будет добавлено потому что это очень важный запрос и для которого заготовки в архитектуре уже есть то есть там сейчас есть условно говоря разделение приложений на два типа привилегированные и непривилегированные то есть там привилегированные приложения могут например с блютусом работать вот но да профилей для работы приложений хочется все-таки больше то есть пока сейчас на самом деле мы нацелены на то чтобы администраторам дать возможность управления устройством в этом смысле там происходит управление с точки зрения политикой что на устройствах доступно что установлено что как работает вот и с точки зрения приложений но пока они плюс-минус все работают с одинаковыми правами так так Да, ну давайте уж, кстати, раз что-то пошло, то покажу, где Selfish SDK скачать. Application SDK. То есть вот тут есть ссылки SDK 3.0. Ну, можно сделать хитрость, как всегда небольшую, копировать вот эту ссылку, убрать у нее хвостик и посмотреть на то, как инсталлерс есть. То есть вы можете здесь посмотреть, там кучу-кучу разных версий Selfish SDK, которые выходили, там, начиная с 2014 года. Ну, они тут повечены как Deprecated. То есть у них была сначала система именования релизов, как год-месяц, на самом деле, которая в целом достаточно удобна, потому что можно было знать, когда вышло SDK. Вот, потом они перешли на систему версионности. Сейчас актуальная версия 3.0.7. Хотя тут пишут Latest. А, это платформа SDK. Ну да, что такое платформа SDK, давайте тоже проговорю, потому что это, в принципе, относится к инструментам разработки. Вообще вот YOLO, они поставляют инструменты разработки в нескольких вариациях. Это Application SDK, ну, то, про что мы сегодня много активно говорили, платформа SDK, это SDK, который без интерфейса, без IDE, без документации, без всего, это голая среда сборки, набор скриптов, которые нужно установить в вашу линуксовую систему. То есть это, по сути, содержимое built-engine, который идет вместе с Application SDK. Вот его можно установить и прям в вашей домашней операционной системе все запускать. Вот 3.07. Актуальная сборочка. Вопрос хороший по поводу того, есть смысл цель в корпоративный сегмент или нет. Вопрос в том, что это с собой подразумевает. То есть у нас из тех партнеров, с которыми мы работаем, много нацелены на разработку как раз корпоративных приложений, ну, то есть там всякие мессенджеры, облачные хранилища, работа с документами и прочее. Вот. Тем не менее, здесь, наверное, нужно рассказать о том, какие у нас в целом продукты, ну, то есть под какие цели основные операционка используются. По сути, два основных направления. Первое – это мобильное рабочее место, так называемое, то есть это то, те случаи, когда устройство используется для каких-то конкретных целей. Ну, например, там вот у нас проект с Почта России, где устройство используется с почтальонами для приема платежей. Вот. Ну, или там та же перепись, где устройство используется обходчиками, переписчиками для сбора статистики. Вот. И в этом случае на устройстве работает там набор приложений конкретный, не очень большой. Вот. С другой стороны, второй проект, когда устройство используется как просто смартфон, но рабочий, на нем, соответственно, могут стоять разного рода приложения, ну, в том числе что-то, что может не непосредственно корпоративно быть, да, а там нести какую-то личную пользу, не знаю, там, зависит от того, что именно вы хотите поразрабатывать. Быть может, даже и игры в плане, там, развлечения. Так. Ну, да, то есть если говорить о продажах, то, там, и заработки, то сейчас гораздо проще заработать именно в корпоративном сегменте, просто делая какой-то проект, который будет полезен. В пользовательском сегменте, ну, в основном, все живут за счет донатов. Ну, донаты тоже разные. Бывает из Европы хорошие донаты могут прилетать. Ну, собственно, вот магазин YOLO, он, там, работает не на системе оплаты приложения, а тоже на системе донатов. Кстати, по поводу клиентов Twitter для Selfish. Ну, давайте тот же OpenRepos откроем. Ну, вот тут есть разные штуки, связанные с твиттером, да, кстати, вот и платформу выбрать, сразу слух решат. Ну, и посмотреть, какие там клиенты Twitter есть. Ну, да, то, что еще полезно было показать в Ikea.com, MirProject. Собственно, вот здесь можно пообщаться на тему Selfish. Что я здесь же, анонс наших вебинаров. Кто не оттуда, заходите туда, подписывайтесь и всякое такое. Вот. Что еще? Ну, наверное, так меня не пустят. Пальня, я понимаю. Ну, конечно. Ладно. Так мы делать, честно, будем. Ну, в Телеграме Selfish.OS. Что-то еще. Ну, собственно, все ссылки, которые нужны, вот они тут есть. На Ikea.com, MirProject. Ну, ладно, если вопросов нет, давайте я тоже минутку подожду. Если ничего больше не напишите, то давайте расходиться на сегодня. Спасибо всем за участие. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok